Лекция по Бхагавадгите «Как она есть» и «Во Божественной Милости» Ачеба Ктивиданты Свами Прабхупады, глава 13, тексты с 22 по 24. Прочитана 25 июня 1974 года в Мельбурне. Омна Мова Бхагаватеи Василиймайя Пуруша Пуруша означает «наслаждающийся». А Пракрити – объект наслаждения. Для наслаждения необходимы «наслаждающийся» и «объект наслаждения». Когда мы едим что-либо, принимающий пищу является наслаждающимся, а пища – объектом наслаждения. Итак, хотя здесь, в материальном мире, живое существо по своей природе является объектом наслаждения, по своему невежеству оно считает себя наслаждающимся. Практический пример тому – это мужчина и женщина. Мужчина считается наслаждающимся, а женщина – объектом наслаждения. Пракрити, или женщина, доставляет наслаждение Пуруши, наслаждающемуся мужчине. В действительности, мы все живые существа Пракрити. Мы не Пуруша. Об этом сказано в седьмой главе. Приведя анализ материальных элементов земли, воды, огня, воздуха, ума, разума, эго, Кришна заключает, эти восемь видов Пракрити, энергии, представляют собой мою отделенную энергию. Но над ней есть иная высшая энергия – апарияма. Апара – значит низшая. Материя относится к низшей энергии, а живое существо к высшей, потому что живое существо обладает жизнью. Живые существа пытаются эксплуатировать ресурсы материальной природы. Это происходит по всему миру. Страна считается богатой, если способна воспользоваться своими материальными ресурсами. Материальная природа и духовная природа. Есть две природы. Духовная природа – живые существа, хотя и являются объектом наслаждения. Чьего наслаждения? Наслаждения Бога. Кришна. Кришна говорит, «Бхокта ахам» – «Я наслаждающийся». Например, кто наслаждающийся в этом храме? Кришна. Мы помогаем Кришне в его наслаждении. Мы предлагаем Кришне очень вкусную пищу. Наша обязанность – готовить вкусную пищу и предлагать ее Кришне. Он наслаждающийся. Он наслаждается своей флейтой в обществе Шримати Радхарани. Наслаждающийся – это его положение. А мы – слуги. Мы не заявляем, что мы на одном уровне с Кришной. Это не наша философия. Мы хотим стать слугой, слуги, слуги, слуги Кришны. Таково наше положение. Мы не говорим, например, философы Майвади называют Богом себя. Согласно их философии, самопознание наступает, когда человек осознает «со-хам» – «я Бог», «я тот же». Такова их философия. Но наша философия – это «со-хам». «Я наделен теми же качествами». «Я не тот же, но у меня те же качества». Мы – образчики Кришны. Очень маленькие частицы. Например, если вы возьмете каплю океанской воды и попробуете ее на вкус, вы поймете, что такое океан, каков он на вкус. Но как капля океана, вы неравны океану. Вы едины качественно, но неколичественно. Поэтому, с точки зрения здравого смысла, тот, кто слабее или меньше, служит наслаждением более сильного. Так устроена природа. Это очевидно. Что мы делаем в наших повседневных отношениях? «Ахастани». Есть животные, у которых нет рук. У них есть ноги. «Ахастани сахастанам». Есть животные, у которых нет рук. У них есть ноги. «Ахастани сахастанам». Мы все животные. Есть большие животные, коровы и многие другие. Они животные. Мы тоже животные. То есть живые существа. Но те, у кого есть руки, едят животных, у которых нет рук. «Ахастани сахастанам». «Ахастанам». А падани – чатушпадам. Живые существа, которые не могут двигаться, у которых нет ног, чтобы передвигаться. Например, деревья, растения. У деревьев есть ноги, но они предназначены для еды. Поэтому деревья и растения называют падапа. Мы льем воду на ноги дерева, потому что они пьют ее ногами. Но их ноги не могут передвигаться. А падани. А падани – те живые существа, которые не могут двигаться, являются пищей для чатушпадам, те, у кого четыре ноги. Например, коровы, козы и другие. Те, кто слабы, являются пищей для сильных. Таким образом, одно живое существо является пищей для другого. Это не поощрение тем, кто убивает животных. Ну, тогда мы все правильно делаем, подумают они. Ведь одно живое существо является пищей для другого. Так что мы можем есть любых движущихся животных. Птиц, коз, коров, лошадей, ослов и других. Да, вы можете есть. Но этот закон природы относится к животным и не цивилизованным людям. Не к цивилизованным. Одно живое существо является пищей для другого, но это не дает вам права убивать своих родителей или детей. Почему? Потому что вы человек, который наделен способностью различать. Конечно, в Африке живут каннибалы, которые считаются людьми. На пиру они съедают своих предков. Они пируют ими. И вас не удивит то, что им нравятся белые люди. Нравится есть их. Да, в некоторых местах Африки, если им удается посетить белого человека, они устраивают пирушку. Хотя таковы законы природы, одно живое существо или животное является пищей для другого, все же человек должен различать. Что касается нас, сознающих Кришну, мы не животные. Мы относимся к совершенным существам. Мы не едим никаких живых существ. Есть живые существа низкого уровня. Для них это жизнь, борьба. Одно живое существо питается другим. Это касается низших форм жизни. Существа, принадлежащие высшим уровням жизни, не должны никого убивать ради еды. Поэтому первая заповедь Библии – «не убей». Однако христиане нарушают первую заповедь. Они только и делают, что убивают на больших бойнях. И они выдвигают следующий аргумент. Те, кто питаются овощами, тоже убивают, говорят они. Да, это тоже убийство, но я уже объяснил, что хотя одно живое существо пищи для другого – это не дает вам права съедать своих родственников или людей. Нет, вы должны различать. Что же касается нас, мы никого не убиваем ради пищи. Мы едим Кришна-прасад, пищу, предложенную Кришне. Мы питаемся остатками пищи Кришны. И Кришна говорит, «Патрам пуствам фалам тоям джуми бхактья праджатчат». Кришна говорит, «Лист, цветок, плод или жидкость, то есть молоко или вода, если преданный с любовью и преданностью предлагает мне все, что входит в эти категории, я ем». Это слова Кришны. Кришна не голоден. Он не зависит от вас в пище. Нет, но все же Кришна становится вашим гостем. К примеру, вы привели сюда Кришну. Он очень добр. Так как вы преданные и хотите служить Кришне, Он пришел в ваш храм в том образе, которому вы можете с легкостью служить. Кришна не нуждается в вашем служении, но Он так добр, что принимает ваше служение. Вы омываете божество, одеваете божество, предлагаете Ему цветы, гирлянды и блюда, которые можете себе позволить. Чтобы принять ваше служение, Кришна приходит в той форме, с какой вы можете взаимодействовать. Такова Его милость. Если же вы хотите служить Кришне в Его гигантском образе, в вселенской форме, вы даже не будете знать, с какой стороны к Нему подойти. Это невозможно. Кришна явил Арджуне свою гигантскую форму, и тот пришел в ужас. Пожалуйста, и яви вновь свой изначальный облик форму Кришны. Даже Арджуна, неразлучный спутник Кришны, Его друг, был напуган видом Его гигантской вселенской формы. Кришна больше величайшего, и меньше мельчайшего. Таково величие Кришны. Здесь, в материальном мире, то, что считается очень большим, не может стать маленьким. Но Кришна, Кришна – всемогущий Бог. Он может стать больше величайшего и меньше мельчайшего. «Джей-джа-таманг-пра-пад-данте-танг-стат-три-во-я-ма». Итак, Кришна – Бог-та. А мы – Бог-я. По своему положению, мы не можем стать Кришной – Бог-той. Нет. Это ошибочная идея. Вы не можете стать наслаждающимся. Ваша природа доставляет наслаждение. Но, если вы хотите подражать Кришне, если хотите стать наслаждающимся, тогда вас посылают в материальный мир. Таков материальный мир. Почему же мы в материальном мире? Мы – неотделимые частицы Кришны. Мы должны пребывать с Кришной в духовном мире. Но почему мы оказались в материальном мире? Этому есть объяснение. Дело в том, что по своей природе живое существо не является наслаждающимся. Оно – объект наслаждения. Но иногда все здесь хотят подражать Кришне. Все пытаются стать великими людьми, построить большой, высокий небоскреб, обладать тремя дюжинами машин и множеством слуг и последователей. Все пытаются достичь этого. Таков материальный мир. Все активно этим заняты. Ради чего они так трудятся? Не ради еды. Проблема вовсе не в этом. Дело в том, что даже птицы, звери и насекомые не испытывают трудности с этим. Они не сомневаются, что удовлетворят эти потребности. Они зависят от природы. Например, так как мы преданы Кришне, мы уверены, что будем обеспечены едой и кровом. Это не беспокоит нас. Не в этом наша проблема. Наша задача – честно служить Кришне. Это наш проблема. Преданные все время думают об этом. Здесь Кришна наслаждается. А мы служим Его наслаждению. Так что мы должны думать о том, как доставить Кришне наслаждение, служа Ему. Это преданность, это сознание Кришны. Пока вы желаете наслаждаться материальным миром, вы находитесь в материальном мире. Но действуя как слуга Кришны, содействуя Его наслаждению, исполняя Его указания, вы тотчас оказываетесь в духовном мире. То есть вы можете оказаться как в материальном, так и в духовном мире по своему желанию. Если вы хотите оставаться в духовном мире, то этот храм представляет собой духовный мир. Мы не живем в Мельбурне. Этот храм не Мельбурн. Это Вайкундха. Это Вриндаван. Если вы продолжаете служить в храме, служить Кришне, вы не в материальном мире. Но как только вы желаете наслаждаться материальным миром, вы сразу же оказываетесь в материальном мире. Таково ваше положение. Итак, каково предназначение материального мира? Находясь в иллюзии, мы пытаемся наслаждаться. Это ложное наслаждение. Все пытаются наслаждаться. Кришна предоставил вам эту свободу. Хорошо. Хочешь наслаждаться? Наслаждайся. Но вы должны быть здесь, в материальном мире для этого. Как только вы попадаете в материальный мир, вы сразу оскверняетесь гуннами материальной природы. Материальная природа обладает тремя качествами. добродетелью, то есть благостью, страстью и невежеством. Благость, страсть и невежество. Материальный мир предполагает общение с тремя материальными качествами, благостью, страстью и невежеством. В зависимости от того, под влиянием какой гуны вы находитесь, вы получаете соответствующее тело. Кришна приказывает Паракрити в материальной природе. Он желает наслаждаться так-то, предоставь ему подходящее тело. Он хочет наслаждаться, став тигром, «Я наброшусь на животное». Потому что слабый является пищей для сильного. Иногда мы мечтаем стать сильными, как тигр или лев. Кришна пребывает внутри вас. Он говорит, «Хорошо, стань тигром». Он видит, что для нас быть успешным значит стать тигром. У тигра очень сильное тело. Люди упражняются, становясь очень сильными и крепкими. Поэтому Кришна даст вам подходящее тело, какое вы хотите. Но вы будете в материальном мире. В духовном мире вы не можете стать соперником Кришны. Это невозможно. Вы можете воображать себя соперником Кришны в материальном мире. Но это положение иллюзорно, потому что вы не тело. Вы хотели получить такое тело, чтобы наслаждаться. К примеру, свинье дается такое тело, чтобы... Потому что она хотела наслаждаться экскрементами. Человек в своем человеческом теле не способен есть испражнений. Но получив подходящее тело, например, тело свиньи, вы можете наслаждаться экскрементами. Почему же существуют разные тела? Потому что находясь во власти материальной природы, вы хотели испытывать определенные наслаждения. Как уже объяснялось, есть три качества материальной природы. саттва гуна, раджа гуна, тама гуна. Мы комбинируем их. Трижды три — девять. Девять умноженное на девять, получается восемьдесят один. Поэтому в соответствии с материальными качествами в природе существует восемь миллионов четыреста тысяч форм жизни. Об этом говорится здесь. Прагрити джан гунан. Что значит обладать разными телами? Это означает удовлетворять разные свои желания, находясь во власти гун материальной природы. У нас для этого полная свобода. Поэтому, когда кто-то возвышает свое сознание, он уже не желает наслаждаться чем-либо в материальном мире. Он не желает ни становиться царем, ни господом Брахмой, ни червем в навозе. Таково многообразие этого мира. Мы получаем тело согласно нашему желанию. Воду населяют девятьсот тысяч форм. В ботаническом саду они ставят таблички с названиями растений. Но растения насчитывают два миллиона видов. Сколько же известно им, ученым? Два миллиона? Если вы изучите весь ботанический сад, едва ли вы насчитаете две-три тысячи видов? Возможно, даже десять тысяч. Но все же, что это такое? А есть два миллиона. Вот это знание. Если читать ведические тексты, можно получить исчерпывающее знание. Шримад Бхагаватом является сутью ведической литературы. А Бхагавад Гита представляет собой основы духовного знания. Это азбука. Бхагавад Гита является азбукой знания. Это вступительный экзамен. А Шримад Бхагаватом это уже выпускной экзамен. Если вы усвоили Шримад Бхагаватом, вас можно назвать выпускником университета духовных знаний. Когда же вы защитите диплом бакалавра, вы можете поступить в аспирантуру, изучать Шичитани Черитамриту. Итак, у нас есть три уровня образования. У нас уже есть двадцать книг, поэтому не тратьте свое время понапрасну. Постарайтесь понять, кто такой Кришна и что такое духовная жизнь, изучая эти книги. Там все объясняется. Не общайтесь с материальной природой. Что происходит с тем, кто связывается себя с материальной природой. Йони значит источник рождения. Например, мы появляемся на свет из лона матери. Нашим источником является мать. Это называется Йони — источник. Мы выходим из материнской утробы. Это Йони — источник. Матери есть у всех людей, кошек, собак. Без матери не может быть рождения. Без отца тоже. Поэтому говорится, в каждой жизни у вас есть отец и мать, потому что без родителей не может быть и речи о рождении. Здесь тоже сказано, почему кто-то рождается у кошки, кто-то у собаки, кто-то у человека, кто-то у царя или у бога. Из матери вы появляетесь на свет. Это называется Йони. Но почему у нас разные матери? каранамгуна-санга-сья. Живое существо заражается восьмидесятью одним качеством, разными качествами материальной природы, которая предоставляет подходящее тело при помощи той или иной матери. кто учит этой науке? У них есть ботанический сад, но известна ли им наука, объясняющая причины разнообразия форм растений, насекомых, птиц, людей? У них нет этого знания. Мирские школы, колледжи и университеты лишь выпускают животных. Истинное знание содержится в Бхагавадгите. Поэтому мы воплощаемся в разных телах. Потому что после смерти мне приходится рождаться в определенном теле. Это естественно. Подобно тому, как я меняю тело с младенческого на детское, потом на юношеское Дхантора. Вы можете сказать, оно просто растет. Растет или не растет, это уже другое тело. Попытайтесь это понять. Этот ребенок играет. Когда его будут звать мальчиком, у него уже будет другое тело. Когда его будут звать юношей, у него будет другое тело. У него будет другое тело, когда его будут звать стариком. Как тогда можно отрицать то, что после смерти мы получаем другое тело? Это называется переселением души. Очень простая истина. Итак, мы воплощаемся в разных силах в соответствии со своим общением с материальной природой. Если вы не взаимодействуете с материальной природой, вам не нужно будет получать все эти материальные тела. Как же вам освободиться из материального мира? Об этом сказано в Бхагавадгите. Тот, кто постоянно занят служением Кришне, не соприкасается с материальной природой. Он общается непосредственно с Кришной, Высшим Духом. Если вы непрерывно действуете в сознании Кришны, вы не в материальном мире, вас не должны пугать мысли о том, каким будет ваше следующее тело. В своем следующем теле вы вернетесь к Богу. Нам следует желать этого. Если вы вернетесь домой к Богу, в теле, подобном телу Кришны, в духовном теле, тогда вам не нужно будет больше рождаться. Об этом говорит Бхагавадгита. Те преданные, которые постоянно думают о Кришне, пытаются постичь Кришну и служат Ему, покинув свое тело. Нам придется расстаться с телом. Все, включая кошек и собак, покинут свои тела. Мы тоже. Но разница в том, что, покинув тело, преданный больше не рождается в материальном мире. Поэтому мы просим тех, кто пришел в сознание Кришны, не опускаться больше на материальный уровень. Это вам не поможет. Ни при каких обстоятельствах не прекращайте духовную деятельность, и ваша жизнь будет успешна. Спасибо вам большое. Вы сами пожелали упасть. Здесь объясняется, не падайте. Но как только вы соприкасаетесь с материальной природой, вы падаете. Живопруппада, я не могу понять, откуда у нас возникает нечистое желание, если мы уже служим. Потому что у вас есть некоторая независимость. Почему кто-то не приходит сюда, но идет в винный магазин? Это его желание. Так как он соприкасается с другого рода материальными качествами. Но если этот же человек, который пил раньше, попадает в наше общество, он становится святым. Почему? Американское правительство потратило миллионы долларов на попытку положить конец употреблению одурманивающих средств, ЛСД. Но как только такой человек приходит в наше общество, он тут же бросает эту привычку. Почему? Это правда. Сразу же. Во время посвящения мы просим, не делайте этого. Да, и все. Вы видите, насколько это практично. Особенно в западных странах люди привыкли выпивать, курить, есть мясо, вступать в недозволенные сексуальные связи, играть в азартные игры. Как же они могут отказаться от этого? Общение. Мы открываем столько филиалов по всему миру, чтобы предоставить возможность общения. Это не коммерческая фирма. Мы делаем это лишь для того, чтобы дать возможность духовного общения. Почему вы идете на уличную Сан-Киртану? Этим мы даем возможность людям. Приходите сюда. Найдите спасение. Это не бизнес. Итак, движение сознания Кришны является совершенной филантропией, благодеянием ради человечества. И разумные люди оценят это. Другие люди связывают себя с другими качествами материальной природы, и природа готовит им тело. Вот, сэр, возьми свое тело. Ваши так называемые ученые не смогут вас спасти. Когда телу придет конец, вы окажетесь во власти материальной природы. Вам придется принять то тело, какое оно вам даст. Вы не можете возражать. Нет, нет, я не могу взять это тело. Ничего не выйдет. Ты ли что? Ты в моей власти. Например, если вы подхватите заразную болезнь, вам придется страдать от нее. Конец записи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok